О, что у тебя там за гость? Какие-то уже арки. Ну-ка, рассказывай, что у вас там происходит. Итак, я спешу вам сообщить. Состоится невероятное событие уже 3 августа здесь, в Красноярске, на острове Таташев пройдет чемпионат России по дронрейсингу, правильно? Евгений Еденко у меня в гостях. Это исполняющий обязанности директора Центра технического проектирования. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, что за мероприятие такое? Будущее уже здесь? Ну, на самом деле, действительно, да, 21 век нас догнал и, наверное, даже в Красноярске начинает перегонять, потому что наш город – это город инноваторов, и мы все новые тенденции и вияния современного мира у себя не только развиваем, точнее, не только воплощаем, но и активно развиваем. И уже в этом году, в пятый раз, такой мини-юбилейный, у нас состоится очень большое мероприятие – фестиваль летающих моторов «Аэропикник» с девизом «У нас летает все». Реально все? Абсолютно все. И здесь неважно, техническая или нетехническая, главное, чтобы имело возможность оторваться от земли. И в рамках фестиваля пройдет уникальное событие – чемпионат России по дронрейсингу. Это гонки квадрокоптеров. Те самые летательные аппараты, которые сейчас на нашем фоне именно тренируются. Вот наши операторы знают, про что вы говорите. Да, это ребята с нашей красноярской команды «ДРД Красноярск», благодаря которым как раз и стало возможно проведение в городе Красноярске именно такого самого главного соревнования по этому виду спорта. Чем они так отличили, что это стало благодаря именно их? В прошлом году сборники нашей команды на чемпионате России заняли бронзовое место. На этапе Кубка мира заняли серебро. И один из участников занял восьмое место. Тоже вошел в десятку сильнейших пилотов. И плюс, благодаря четырехлетнему опыту проведения именно крупных соревнований чемпионата Сибирского федерального округа в нашем регионе, мы получили возможность провести здесь самые главные соревнования этого года по данному виду спорта, спорта будущего. Но это же круто! Ну, я думаю, вот о том, насколько это круто, должны оценить зрители. Поэтому мы 3 августа с 12 часов именно вот на ту самую поляну, на которой с вами сейчас находимся, приглашаем абсолютно всех жителей города Красноярска и наших гостей посмотреть это, ну, я не побоюсь того слова, уникальное событие, потому что что такое дронрейсинг, кто-то, возможно, уже знает, что такое квадрокоптеры, знают все, но что такое вот эти маленькие летательные аппараты, летящие на скорости до 170 км в час, я думаю, мало кто знает. Поэтому приходите на остров Татышев, именно на вот эту большую поляну, западная сторона, 3 августа, 12 часов, и вот именно вот такие различные экшн-события можно будет увидеть воочию. Более того, будет более 50 различных локаций, так или иначе, связанных с тем, что может отрываться от земли во всех аспектах деятельности, начиная техническая и заканчивая до абсолютно нестандартных. Поэтому можно будет что-то попробовать своими руками, можно будет узнать огромное количество информации, потому что будут и интерактивные площадки, будут площадки познавательные, будут площадки, где можно будет чему-то научиться, получить какую-то дополнительную информацию. Если, например, вы любите технику, и особенно она связана с небом, можно будет получить консультацию специалистов. Ну и самое главное, на большом экране увидеть, что же такое управление именно спортивным беспилотником, потому что чемпионат России будет у нас первое транслироваться на большой экран, который будет стоять на этой поляне, и туда будет выводиться картинка с камеры, потому что управление данным аппаратом происходит по радиоканалу, это специальный передатчик, но это так называемый FPV, First Person Vision, видение от первого лица, потому что на аппарате установленный курсоварик... То есть как будто сам смотришь и летишь, да? Совершенно верно. Это ощущение пилота. Единственное, что пилот не находится на борту летального аппарата. Человек видит в видеошлем картинку, которая передается... Вот давайте картинку сейчас покажем. Сейчас у нас... Кто у нас на связи? Кстати говоря, представлю ребят, которые у нас здесь есть. Это Иван Шульгин, Александр Ганин и Александр Наймушин. Перечислять все регалии парней просто не имеет смысла. Посмотрите, как они выглядят. Вот это ребята будущего. Вообще, да, как будто роботы. Стоят и управляют. Вот пока можно будет, я думаю, задать вопрос. Вот у нас Иван, это уже настолько профессиональный человек, что он управляет, тоже может. Давайте. Иван, скажите, пожалуйста, ну, почему вы выбрали именно этот спорт? Секундочку. Дух захватывает. Дух захватывает? Да. Только поэтому? Как будто в другую реальность погружаюсь. Ну, удобно, после работы можно заехать, полетать. Такой выплеск адреналина, безопасности для себя, я думаю, мало что дает. Слушайте, подскажите, пожалуйста, ну, в личных целях-то использовали, куда-нибудь летали, там, за соседями подглядывали? Ну, не для этого техника, но квадрокоптер соседа с Березово во дворе снимал, вот это было весело. Было весело, да. Расскажите, давайте покажем, вот есть у нас там связь, сигнал есть? Садим хозяину. Хозяину, так. И сейчас он нам... Покажите, как... Я реально, я вот вижу, как это все летает. А парни еще и в очках, там просто невероятные ощущения. Мы за кадром уже попробовали это сделать. Сейчас найдет сигнал. Просто супер. Вот, посмотрите, вот, пожалуйста, картинка в реальном времени. В реальном времени. Полетели. Сейчас Александр запустится. Опачки! Ощутите весь драйв сегодняшнего утра. Это только утро на Енисеи может сделать такое. Посмотрите, невероятное что-то творится, да. В небе поймать квадрокоптеры вообще невозможно, потому что они летят с какой скоростью? Ну, сейчас у нас скорости небольшие, потому что это такой демо-полез. Здесь порядка до 70 км в час. Может быть, максимум 80, ребята разгоняются. Но максимальная скорость на соревнованиях доходит до 170 км в час. 170 км в час! Слушайте, вас не штрафуют? На соревнованиях нет. Потому что это абсолютно официальное мероприятие. Мы получаем все разрешительные документы. У нас закрыто небо. Это полностью официальный вид спорта. Соответственно, мы обязаны выполнять все требования законодательства. Подскажите, а есть такая статистика, вот сколько одновременно таких дронов собиралось в одном месте? Да. Это чемпионат мира прошлого года. 128 лучших пилотов из 34 стран мира. И каждый со своим дроном? И не с одним. А делали что-нибудь такое, чтобы была красота для зрителей? Чтобы все выстроились, полетели одновременно, как-то одинаково? Нет, на самом деле, дронрейсинг – это классическая гонка. Здесь одновременно летят от 4 до 8 летательных аппаратов. В начале соревнований обычно проходят квалификации. Это полеты для демонстрации мастерства, по которым определяются стартовые решетки. Поэтому там 4-8 аппаратов одновременно летают в гонке, и одновременно летает 4 аппарата. Это строится специальная кольцевая трасса с различными препятствиями. Здесь мы с вами на поляне можем видеть только ворота. Это одни из препятствий. На самом гоночной треке их будет гораздо больше, они будут разнообразные. И задача за определенное количество кругов – максимально быстро прийти к финишу. Поэтому здесь экшен, особенно для зрителей, заключается в том, что, во-первых, они воочию видят, как эти аппараты могут летать в воздухе. Второе, они видят трансляцию на экране глазами пилота. Мы будем выводить одновременно всех 4-х пилотов. То есть еще можно будет смотреть как раз воздушные обгоны, как аппараты напротив друга мелькают. Плюс к этому будет еще обязательно озвучивание в микрофон, потому что к нам приедет очень много известных российских пилотов. Это самое главное событие России по данному виду спорта. Поэтому у нас, начиная от чемпиона России и призера в различных этапах Кубка мира, приедут сильнейшие пилоты со всей страны, для того, чтобы у нас здесь, на нашей красноярской земле, побороться за звание лучшего дронрейсера страны. Давайте еще раз пригласим, когда, куда, где. 3 августа. Остров Татышев, западная сторона. Именно та самая поляна, которую все жители, и уже не только жители, но и гости знают в 12 часов 3 августа. Спасибо вам большое. Спасибо. Ребят, давайте еще раз насладимся полетами вот этого вот. Посмотрите, это не только, не просто 21 век, мне кажется, это уже 22 век. Вот, вот они, машины будущего в действии. И, ребят, покажем. Вот так, вот так мы будем выглядеть буквально через пару лет. И так будем жить. Спасибо всем большое. 3 августа приглашаем всех на остров Татышев. Сейчас немного рекламы. Переварите эту информацию. Спасибо. Увидимся.